Появился в игре новый баг. Смотрим на время. Сейчас час 30-31. Бой начался минуту назад, а нас напарником не прогрузило в бой. Начинается игра, то есть, оказывается, экран боя, и развертка уже закончилась. Я успел построить стройдвор на последних секундах развертки. Мой напарник даже не построил стройдвор. Ну ладно, такое, конечно, может быть, но это очень странно. Мне кажется, до этого у меня даже такого не было. Что делать в таких ситуациях? Ну что, проигрывать больше ничего не остается. Я забрал один ящик, мой напарник тупит, буст электроэнергии не включает. Вообще, что нужно в такой ситуации делать? Ну, нужно тащить пехоты. Нужно надеяться, что противник вас не заражит, и вы с помощью прямых рук каким-то образом сможете защититься. То есть, вам нужно выжить ближайшие минут 5 и надеяться, что противник не выйдет в тяжелую технику. Один ящик я собрал, который находится прямо возле моей базы. Штурмовики синего игрока, который находится прямо внизу-внизу, они уже добежали до моего напарника, до его базы. Ну и, соответственно, отжали ящик. Как такое может быть, я не знаю. То есть, однозначно, баг только с нашей, только у нас. То есть, у меня, у напарника, игра не прогрузилась, а у противника она прогрузилась. Что делать в такой ситуации? Ну, даже не знаю. Как это тащить? Во-первых, надо включить буст электроэнергии. Включаем буст, можно построить две казармы и хоть что-то взять. Казарм много, конечно, не стоит строить. Две казармы хватит, может даже одну, ну, пусть будут две. Что-то надо делать, я бы решил, что есть шанс взять что-то на море. Поэтому продолжаем использовать буст электроэнергии. Вот, я даже подумал, что можно зарашить пехотой противника, но нифига. Если это было бы сопротивление, то там все-таки можно было бы уничтожить койота. Там башня быстро уничтожается, если она строится. Ну, ясное дело, уже не получится. Возвращаемся обратно. Ну, в любом случае, мы слегка напугали оппонента. Будет оттормозить. Ну, и вообще видно, что тормозит наш противник, потому что, ну, 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 так может случиться с любым, поэтому лично я советую вам делать то, что делаю я. Ресурсов у меня мало. Вот. Электростанция у меня прокачана. Это самое важное, это очень важное электростанция. Колоссальное количество ресурсов экономит. Не так, как до обновления, сейчас все-таки центр снабжения строится позже. Ну, не знаю. Мне кажется, это не совсем правильно, так как в совокупности с молотом плохо, конечно, это. Не даем себе разведать, это тоже нежелательно. И что мы будем сейчас делать? Мы строим третий центр снабжения, армии нет. Можно было бы, конечно, построить башню, но, мне кажется, можно сэкономить на башне. Вот, все-таки, если на нас нападут пехотинцы, то, ну, башню я построю позже. Решаясь пойти в дальнейкая карта, может быть, там осталось. Вот, я думаю, что все-таки башню строить, ну, есть штанс, что не понадобится. И даже если на нас нападут пехотинцы, я построю эту башню сзади базы. Вот, и она успеет достроиться, вот, и перестреляет с их. Но для этого, конечно, желательно, как минимум, немного урона улучшить. Видим, что контейнера нет, ничего не поделать. Вот, я еще один кайман, конечно же, строю для того, чтобы забрать как можно раньше этот ресурс. И живу сейчас на бусте электроэнергии. В принципе, 4 центра снабжения хватит, но я хочу 5 центров снабжения. Так как, ну, придется однозначно играть один против двоих. Вот, несмотря на то, что у меня есть ресурсы на электростанцию, я не строю электростанцию. Я не успею ее построить, безусловно, за 9 секунд. Поэтому выгоднее всего будет, ставим минку, там уже, наверное, ресурсов нет. Поэтому выгоднее всего будет поставить электростанцию, когда будет 20 секунд до окончания буста, ну, или там 25. А вот, это позволяет мне построить немного пехоты, немного армии. Соответственно, я до сих пор живу без электростанции, то есть я экономлю 300 ресурсов. Это главный залог победы в таких ситуациях. Поставим еще одну мину. Вот, эта мина... Вообще, мне говорят, что если прямо под верфи находится минка, все равно ее можно обезвредить, если очень быстро нажать клавиши. Ну, обычно у игроков это не получается. Вот. Вышла дельта, сразу взорвалась. Буст закончился. Заранее построил электростанцию. Ну, и сейчас нужно копить срочно армию, восьмая минута, то есть армия не как общая. Ну, вот такой получается тайминг с новым обновлением, без улучшения штаба, очень долго все это длится. Здесь я постараюсь отвлечь противника. И, кстати, хорошо, что оба вышли вверх. Это потеря ресурсов. Постараюсь отвлечь противника, не потерять свой каман, выиграть еще пару секунд времени. И я строю пехоту, всякие гренадеры, стрелки и броники. В принципе, этого может хватить. Так как я потеряю в любом случае этот кайман, поставим минку. Строим армию. Желательно, чтобы наш напарник строил пехотинцев, стрелков. А вы будете строить гренадеры. Ну, скорее всего, у вас они будут прокачаны. Вот, потому что без прокачанных гренадеров в любом случае выиграть не получится. Если вы видите, что у вашего оппонента вообще нет ресурсов, то нужно атаковать его как можно раньше. Не нужно позволять ему на том же золотом бусте копить ресурсы. Но, по-любому, на малом ранге начальных ресурсов мало. Поэтому центра снабжения не удастся построить много. Придется копить. А так как многие игроки неграмотно используют ресурсы. Начинают строить башни, пехоту и так далее и тому подобное. Они просто потеряют полностью инициативу. Я же вернул с разведки все свои пехотинцы. Не терял их зря. Вот видите, я даже улучшаю штаб до последующего уровня. Я понимаю, что пробить может не удастся. Поэтому сколько армии получилось набрая, столько я получил. И постепенно выхожу в третий уровень штаба. Может быть, добавив себе пару ягуаров. Все-таки, если ягуарами управлять, они хорошо будут бить молоты. Отправляем стрелков вперед. Против пехоты оппонента это самое то. Плюс есть большое количество пехотинцев моего напарника. И будем использовать броников как антиздание. Броники, по крайней мере, даже если они плохо стреляют на ходу. Но хотя бы стреляют. Пусть мой напарник пойдет наверх. Да я сейчас и своих пехотинцев возьму. Всех стрелков, кроме гренадеров. Гренадеры пусть бьют, наверное, здание. Напарник говорит, что надо уничтожать штаб. Нет, это делать не надо. Нужно уничтожать казармы. Почему? Возвращаем пехоту. Нечего ее терять под крепостями. Надо остановить броники, чтобы они наносили урон. Видимо, я даже этим не занялся. Электростанцию строить не надо. Ресурсов нет. Лучше уничтожить верфь. Собственно говоря, броники справились с крепостями. Не так это радужно, когда крепости прокачаны. Но все равно броник все-таки сильнее. Хотя очень бронявый. Потому что долго уничтожается крепость. Но, к счастью, она не наносит урон пулеметом. Не очень. Хотя огнемет на нее напалом жжет неплохо. Что угодно неплохо жжет. Также, к счастью, поставил торпедку наш оппонент. Это хорошо. Еще потратил ресурсы. Все-таки мины были поставлены не зря. Еще сильнее стормозили оппонента. То есть у него недостаточно грамотно вложены ресурсы. Собственно говоря, поэтому он и прыгает. Сейчас идем вперед. Отправим также вперед пехоту. Броники терять ни в коем случае нельзя. Так как вы видели, что там могут быть крепости. Даже небольшое количество крепостей. Очень противная вещь. Ну и собственно говоря, что мы здесь видим. Как бы ничего не видим. Уже противник сдался. Только таким образом можно выиграть. И то, если это маленький ранг. Ну на средних рангах все конечно по-другому. Там зависит уже от вашей прокачки. От прокачки оппонента. От бустов и так далее. Полудобная. Но там все равно немного удобнее. Но на малом ранге, даже если вы слабенький игрок. Но у вас есть более-менее правильное улучшение. То есть это улучшили электростанцию. Улучшили гренадер. Вот. Вы все равно можете затащить бой даже без ресурсов. Хотя ресурсы это крайне важная вещь. Каким образом? Во-первых, пехота. Прокаченная пехота. Ну хотя я говорю, что тоже должен быть улучшен. Прокаченная пехота и грамотное вложение ваших ресурсов. Вот. Ну пойду отправить это видео администрации. Пусть и решают. Потому что прогрузка боя у нашей команды не прогрузилась. А вот у противника да. Несправедливо.